Добрый день, дорогие друзья! Казахстан сегодня задает жару, несмотря на то, что события развиваются уже далеко не первый день, и я об этом рассказывал вам как раз с самого начала газовых протестов. Только сейчас к ним приковано всеобщее внимание, огромное количество ваших сообщений, сообщений в духе «наконец-то! Берем пример Россия, вперед, русские, давайте, хватит терпеть, давайте сделаем то же самое!» Вот давайте сейчас обсудим последние новости и будем примерять, а что если, чисто теоретически, чисто в фантазии, что если нечто похожее будет происходить у нас, в России. Я хочу, чтобы вы включили воображение как следует, и в следующий раз, когда мы будем обсуждать какие-то революционные события, что ваши комментарии, ваши идеи, ваши предположения, ваши лозунги будут более осмысленны, более продуманы. Основаны на неком опыте, пусть опыте не совсем нашем, пусть опыте наших соседей, но тем не менее. Очень часто можно услышать, ну, сущий бред, друзья мои, поэтому давайте по порядку пройдемся, потому что сегодня происходило, и к чему все это привело. Сейчас уже, на данный момент, в отличие от сегодняшнего утра, сейчас уже понятно, кто, скорее всего, стоит за развитием событий, кому выгодны происходящие в Казахстане события в первую очередь. Сразу скажем, что я имею в виду вовсе не народ и не общество Казахстана. В Актабе силовики поддержали народный протест. Вслед за ОМОНовцами Алматы на сторону протестующих перешли полицейские в Актабе. Опять же, это один из коренных и центральных вопросов любого госпереворота, революции и так далее. На чьей стороне будут силовики? У нас есть перед глазами белорусский сценарий, когда силовики брыкались до последнего и очень жестко разгоняли протестующих. У нас перед глазами пример Украины, где силовики хотели дать отпор майданщикам, причем было четко известно, что майданщики связаны с американским посольством. Виктория Нуланд прилетала, раздавала печеньки и так далее. В итоге их заживо поджигали, но не было решительной команды разгонять протесты. И в итоге майдан на Украине победил, и на Украине есть то, что есть. У нас есть противоположный теперь пример, пример Казахстана, где разгонять протестующих не стали от слова. Ну, не совсем, но почти совсем. Протестующие в Жан-Азене призывают сменить власть и вернуться к Конституции 1993 года. В городе, с которого начались казахстанские протесты, Жан-Азене, собралось около 12 тысяч человек, сообщают местные СМИ. Митингующие выдвинули свои требования. Смена режима, проведение народных выборов Акима каждой области и города, возвращение Конституции 1993 года, приход к власти вне системного человека. Также протестующие заявляют, что гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям. Вы посмотрите, какая интересная картина. Вместо, то есть постепенно, отход происходит, вместо обсуждения каких-то социально-экономических вопросов, уже выдвигаются требования политические. В самом начале мы видели только одно политическое требование. Старик, уходи, то есть Назарбаев, уходи. В России главные были требования, касающиеся цены на газ, цены на ЖКХ, цены на продукты питания и так далее. Теперь четкие политические требования. Требуем возврата старой Конституции, не изнасилованной Назарбаевым и его командой. Требуем выборов, грубо говоря, по-русски говоря, губернаторов и мэров. И это очень актуальные требования. В России это актуально? Да, на 100%. У нас тоже большая проблема с выборами, мы тоже этого хотим. Другой вопрос. А почему бы нам заранее не составить программу, чего мы хотим как общество, как народ? Чтобы не в пупыхах потом, в случае какого-то социального взрыва, соображать, а что нам вообще надо? Почему бы нам заранее это не прописать? Стоит нам это прописать? Стоит. С другой стороны, в Казахстане говорят, к власти должен прийти внесистемный человек. А он откуда возьмется? Какой такой внесистемный человек может взять власть в государстве, если это очень сложная система сама по себе? Как работают суды, законодательные органы, исполнительная власть, всякие там структуры, спецслужбы, такие-сяки. Это же сложно. Человек должен иметь хоть какой-то опыт. Вот во время того же украинского Майдана Петра Порошенко не было видно практически никогда. Там были Тегнебог, Турчинов, Яценюк, Ярош. Вот эти вот ребята там более-менее светились, делали какие-то заявления. Но Порошенко еще ранее успел побыть министром иностранных дел. Если я правильно помню, именно министром иностранных дел у него был опыт работы с этим государством. И после революции именно его и сделали президентом. А кого еще? Соответственно, с одной стороны, да, мы хотим увидеть у власти какого-то внесистемного человека. Но брать человека с улицы и сажать его в кресло президента – это же абсурд. Поэтому на самом деле нормализация ситуации и взаимоотношений между властью и обществом возможно только если оппозиция будет допущена к руководству страной. И уж вот как бы мы не относились к той же КПРФ в справедливой России. Ой, они соглашатели, они не устраивают мощных революций и так далее, и так далее. У них есть неоспоримый плюс. Они хотя бы знают, что там во власти, во всей этой сложной государственной машине на самом деле происходит. Изнутри знают. Не все, но многое, куда больше, чем обычный человек с улицы. Поэтому в случае какого-то государственного переустройства, переворота, бунта, социального взрыва, революции, или Путин скажет «теперь давайте все-таки устроим честные выборы», у него там что-то в голове щелкнет. В любом случае нам придется опираться на кого-то типа КПРФ или справедливой России. По-другому не получается. Нельзя взять человека с улицы. Это абсурд. Вы можете со мной не соглашаться в комментариях. Опять же с удовольствием почитаю. Следующий элемент. В Алма-Ате продолжаются беспорядки. Утром протестующих захватили Акимат, то есть государственное учреждение, местное правительство. МВД Казахстана отчиталось о вчерашнем дне. Пострадали 95 сотрудников полиции. Задержано более 200 человек. То есть по сравнению с теми же белорусскими протестами, это очень скромные цифры задержанных протестующих. Тем временем кто-то дернул в Швейцарию. Источник ВЧК УГПУ сообщил еще утром, что из Казахстана в Швейцарию на арендованном частном самолете вылетел Кенес Ракишев, который инвестирует средства Назарбаева и его семьи по всему миру. В тяжелые дни для Казахстана лучше быть поближе к выведенным из страны миллиардам. Источник сообщил, что Казахстан на частном самолете также покинул поток Шадиев, совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны спешно улетел Кенес Ракишев. Кошельки Назарбаева бегут с тонущего корабля. А что будет происходить в России? Скорее всего то же самое. Окружение Путина, богатейшие люди, большинство из них, не такие скромные, как миллиардер Галицкий, который реально своими усилиями добился весьма существенных результатов, а сейчас занимается общественной благотворительной деятельностью во многом. Нет, главы Газпрома, Роснефти, горнодобывающих металлургических корпораций вполне могут попытаться куда-то слинять. И это будут не два человека и не 50 человек, это будут сотни, если не тысячи руководителей страны. Митингующие пытаются заблокировать подъезды к резиденции президента в Алматы, чтобы туда не смогли подъехать военные. Шторм резиденции продолжается, силовики отбиваются домовыми шашками. То есть, опять же, домовые шашки и достаточно ограниченное применение резиновых пуль говорит о очень мягком сопротивлении силовых структур. В Октабе продолжается схватка у здания Акимата, полыхает здание Алмалинского РУВД. Не знаю, может быть, здесь опечатка имеется в виду Алматинское РУВД. Простите, с географией и особенно современными названиями Казахстана знакомо очень плохо. СМИ сообщают, что протестующие захватили резиденцию президента в Алматы. Полиция Алматы отчиталась о беспорядках. Краткие итоги пока такие. Сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских. То есть, на самом деле, протестующие далеко не голубки. Среди протестующих большое количество, как я подозреваю, чуть позже об этом скажем, кому это все может быть очень выгодно, это провокаторы, которые жгут и полицейские машины, что говорит о высоком уровне агрессии. Хотя, казалось бы, те кадры, которые видны, я вам еще покажу, они говорят о том, что с полицейскими общаются. Во многих городах полицейские им жмут руки, благодарят за то, что они не жестят. Во многих городах силовики переходят на сторону протестующих. Казалось бы, все очень спокойно и мирно, но в некоторых городах зачем-то жгут машины массово. И полицейские, и обычные машины. Это похоже на провокацию. В городе подожгли здания Акимата и полиции, разбито 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита и около сотни офисов. Пострадали более 500 человек. В следующем ролике мы подробнее поговорим про этот пункт. У нас в России есть некоторые политологи, которые рекомендуют руководству Казахстана рассказывать максимально жесткую информацию, что эти, понимаешь, протестующие, они все крушат. Магазины, автомобили, рестораны, кафе, офисы. Страшные люди. И это позволит власти применять максимальную жесть, арестовывать, расстреливать, что хочешь делайте, пытайте, как это в Белоруссии было. Потому что протестующие звери, с ними так можно. То есть это тоже может быть неправда. Это может быть провокация или вообще выдумка журналистов. На самом деле это возможно, это нельзя исключать. Вот, пожалуйста, страшные кадры, пожарищи. Надеюсь, там никто не погиб. Митингующие в Алма-Ате отобрали у полицейских оружие. Они начинают строить баррикады. Журналисты, работающие в городе, сообщают, что полицейских не видно. Между тем протестующие попытались захватить здание корреспондентского пункта телеканала «Мир-24». Они удерживали журналистов и требовали выйти в прямой эфир. Но затем отпустили репортеров и вывели их из здания. На фото горящий акимат Алматы. Протестуют не только улицы, но и предприятия в Казахстане. Рабочие устроили забастовку на металлургическом комбинате компании «Казахмыс» в Балхаше. Я напомню, что в Белоруссии было то же самое. В Белоруссии тоже огромное количество предприятий отказывались работать, глядя на события на Минских площадях и в других городах, то, что происходило. В Алматы больше не видно полиции. Город практически в руках митингующих. Обстановка больше напоминает анархию. Захваты скорых с ранеными и пожарных машин, спешивших бороться с огнем. Вот опять же, видите как? Что это такое? Это реально люди обезумели? Или это провокация? Или это выдумка журналистов? Но вот есть кадры, значит, все-таки, как минимум, не выдумка журналистов. То есть пожарные машины, которые, возможно, пытались спасти подобные здания, горящие, вместо этого их захватили протестующие. Это, как минимум, речь о бессмысленном и беспощадном бунте. Вот давайте задумаемся. Если у нас в стране, в России, или вы из другой страны смотрите меня сейчас, начнется какой-то госпереворот, социальный взрыв, бунт и так далее, кто будет контролировать ситуацию, чтобы скорая помощь могла доехать до кого-то и оказать ему экстренную помощь? Кто гарантирует, что пожарная машина не будет остановлена протестующими? Это же серьезные вопросы. Здесь по принципу лес рубит, щепки летят, но вы должны понимать. Горячие головы, которые считают, что это все нормально и не нужно обращать на такие мелочи внимания. На мой взгляд, в случае, если вдруг у нас в стране начнет происходить какое-то подобного рода событие, все лидеры мнений, блогеры, журналисты, в первую очередь должны договариваться. Скорые пожарные машины не должны испытывать никаких препятствий, свободный проезд, никаких ни в коем случае нападений, никакой попытки там грабежа. Ну, что касается скорых, это отдельная проблема. Известно, что наркоманы нередко нападают на скорые помощи, чтобы завладеть аптечкой, достать оттуда те или иные препараты, которые могут оказывать определенный наркотический эффект на этих граждан. То есть, это сложная тема. В таких ситуациях экстренных нарастает разгул криминала, происходит в том числе. Силовики в Этерау начали переходить на сторону протестующих, те встречают их овациями. В Актау демонстранты и вовсе захватили грузовик прямо вместе с военными. В Алматы разгромлено здание филиала правящей партии Нур-Атан. Президент Такая в ближайшее время обсудит вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов. Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента в Алмате, в самой резиденции пожар. То есть, смотрите, кого на самом деле долбят сейчас протестующие. Продажных журналистов, резиденции богатейших людей, в том числе резиденцию президента. Долбят определенную часть силовиков. То есть, у людей сложилось представление, кто является их врагом, их оппонентом. Протестующие захватывают оружейные магазины по всей стране. Помещения редакции телеканалов в Алмате разгромлены протестующими. Митингующие в Алмате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Правоохранителей в городе не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. В Казахстане не осталось ни одного региона, не присоединившегося к национальному протесту. А здесь кадры, которые я вам полностью показывать не буду. В Алматы протестующие отбирают у силовиков оружие. На кадрах видно, как после недолгих препирательств протестующие забрали у ОМОНовца автомат. Просто взяли, подошли и отобрали у него автомат. Он даже особо и не сопротивлялся. Всем понятно, что эта власть не представляет интереса народа. И вот чем все это заканчивается. Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов. Элиты спасаются бегством. Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны в Алматы вылетело порядка 10 частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. Очевидно, что будущее президента Такаева и клана Назарбаева совсем не очевидно. Скоро вылетать может быть уже поздно. Казахстанские силовики очень странно противостоят протестующим. Во многом успехи мятежа – это заслуга местного силового блока. К 4 часам дня по казахстанскому времени становится очевидно, что местные силовики не могут или не хотят противостоять митингующим. Случаи организованного разгона демонстрантов единичны. Если они и уходят с площади, то вскоре возвращаются. Уже известны факты сдачи в плен военных протестующим. Да, есть случаи применения резиновых пуль, водометов. Но все это теряется на фоне общего хаоса. Ситуация выходит из-под контроля. Больше всего шансов на успех у мятежников в Алматы. Там уже полыхают здания администрации. У полицейских отнимают оружие. Но никаких жестких мер для разгона демонстрантов никто не применяет. По домам никто расходиться не собирается. Очевидно, что это видят и сами митингующие. Ко всему прочему, часть силовиков открыто им сопереживает. Президент Такаев продолжает молчать и неизвестно, в стране ли он до сих пор или нет. Народ хочет перемен, усталять нищеты. Так митингующий объяснёт, почему вышли на улицы. Итак, президент Такаев в виде обращения заявил, что вступает в должность председателя Совета Безопасности. Давайте напомню. В Казахстане было определённое двоевластие. Остался в роли Елбасы, национального лидера, бывший президент-руководитель Назарбаев. И президентом стал Касым-Жасым Такаев. То есть у Назарбаева часть полномочий власти. И как бы Такаев, ну, значимая фигура, президент. Но есть некая двоевластие. Власть в руках двух человек. В России, кстати говоря, готовилась примерно такая же схема. Владимир Владимирович Путин уходит с поста президента, назначается какой-то преемник. Может быть, Шойгу, может быть, Дюмин, может быть, какой-то ещё там деятель. Нарышкин, Медведев, Мишустин, без разницы. А Путин становится главой госсовета. И вот два человека. Путин и его преемник. И они вместе рулят, правят. Народу говорят, у вас же другой теперь президент. Значит, красота, смена власти, демократия. С другой стороны, все важнейшие вопросы без мнения Путина принять, решить невозможно. И вот чем это всё заканчивается. С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жёстко, отметил Такаев. Ранее этот пост занимал Нурсултан Назарбаев. Что бы ни было, я буду находиться в столице, заявил президент и пообещал продолжение политических реформ. Что касается протестов, то, по его мнению, толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими. Здание департамента полиции Алматы захватили протестующие. В Талдык Аргане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву. В Актау силы нацгвардии полностью перешли на сторону митингующих. Однако административные здания в этом городе находятся под контролем СОБРа. Местные жители уговаривают их сдаться перейти на сторону народа, чтобы не восстанавливать здание потом за счёт людей. Ну и вот Андрей Медведев подмечает интересный факт. Означает ли выступление Такаева, который теперь и президент, и глава Совета Безопасности, то есть он фактически сместил Назарбаева, и теперь вся власть в его руках, означает ли это, что мы теперь понимаем, кто главный бенефицар протестов? А значит, объясняет ли это, почему силовики так долго бездействовали? Так или иначе, эпоха Назарбаева всё. Надо понимать, что и все транзитные договорённости тоже всё. Вопрос, конечно, что теперь будет делать Елбасы, и вообще был ли в курсе того, что он больше не при деле, а люди, которые как бы из его окружения, они куда? Интересный поворот. Говорили же, Казахстан прежним не будет. Да, друзья, это похоже на правду. В дальнейших роликах мы рассмотрим ещё другие варианты. Это пока что не гарантия, но очень похоже, что вся эта история была специально срежиссирована, спланирована и раздута. Возможно, и заранее не готовилась, но в нужный момент она была использована. В каком плане? Силовикам была дана команда не жестить. Если нет команды жестить, они особо и ничего и не хотят, и как бы на тормозах всё это дело спускается. Люди, говорят, требуют. Мы хотим перевыборов, мы хотим смены всей этой ситуации. Окей, но вы же не можете достать человека просто с улицы, о чём мы говорили в начале ролика. Кого вы сделаете президентом? И вот сейчас, как принц на белом коне, появляется этот гражданин, товарищ Такаев, и говорит. Друзья, я-то всегда хотел сделать вам как лучше. Но вы же понимаете, этот елбасы меня скрутил по рукам и ногам. У меня не было никаких вариантов. Не знаю, как в Казахстане. Вот в России люди у нас хотят верить в лучшее, люди у нас доверчивые. У нас в России наверняка. Если бы у Путина появился преемник. Да, мы фантазируем. У Путина появляется преемник. Путин становится в режиме двой власти. Есть президент, есть какой-нибудь глава госсовета. И вот этот преемник говорит через несколько лет. Вы знаете, Путина мы давайте наконец-то свергнем, уберём всех этих олигархов и назначим перевыборы. А я, как все остальные, заявлюсь на эти выборы. И он, конечно же, выборы выиграет. Очень большая вероятность. Потому что часть олигархов зачистят, а часть оставят. Саму систему как таковой менять не будут. Короче говоря, ситуация выглядит так, что президент Казахстана, гражданин Такаев, просто решил сместить, избавиться от ситуации двоевластия, устал делиться властью с товарищем Назарбаевым и просто даёт пинка Назарбаеву всем, всей этой ситуации. Уже сейчас пошла информация, что вот это резкое повышение цен на газ осуществила одна конкретная казахстанская корпорация. То есть такая вот, достаточно было договориться с этой корпорацией. Давайте, ребята, резко поднимем цены на газ. А правительство сделает вид, что оно ни при делах, ни при чём. Значит, с силовиками договоримся, что они не будут особо никого разгонять, протесты будут разрастаться, у людей будет всё больше и больше разного рода требований возникать. Позволим этой ситуации течь. В нужный момент обвиним во всём Назарбаева, олигархов, старую правящую партию, у них там свой аналог Единой России. Люди в восторге избавиться, ну вот представьте себе, переводим на русский язык, избавиться от Единой России. У-у-у-у-у-ура! Избавиться от Путина. У-ура! Другой вопрос. Будет ли это новая власть в Казахстане народной? Кого вы выдвинете на выборах, если они даже будут назначены? У кого есть связи с какими-то частями элиты, с теми же силовиками? Возможно, кстати, Такаев это всего лишь компромиссная фигура. Силовики могли между собой договориться, что с Назарбаевым трындец, страна реально в нищете, надо уже что-то делать, как-то менять ситуацию. Возможно, это силовики, договорившись между собой, и стоят за всем этим процессом. Пока что не ясно, кто именно. Результаты будут ясны через полгода, через год. Начнется ли в Казахстане строительство достойного социального государства, развитой экономики, промышленности? Будет ли развиваться образование здравоохранения, чтобы понять, куда идет страна, достаточно полгода? Сейчас все выглядит так, как будто Такаев сместил конкурента, возможно, сам все это организовал, возможно, его назначили переходной фигурой силовики, возможно, еще какие-то расклады. Об этом поговорим в следующих роликах. Но сейчас картинка выглядит именно так. Если у вас есть другие варианты, пишите в комментариях. У протеста огромное число достижений, нам стоит многое примерить на себя, и просто подумать, готовы ли мы к чему-то подобному, или нет? Сможем ли мы, если мы говорим, даешь революцию, сможем ли мы удерживать ситуацию под контролем? Те же скорая, полиция и так далее? Станут ли силовики на сторону народа? Если вы, друзья мои, в комментариях пишите постоянно, да все эти силовики, да все эти менты поганые, их всех надо вешать, сжигать топорами, фигачить, вы когда такое пишете, вы как бы на что в дальнейшем рассчитываете? Вот моя позиция, что в первую очередь мы должны ориентироваться на мирные, законные методы и средства борьбы. Мы далеко не все из них использовали. Вот когда люди выходят, и у них четкие, конкретные, ясные требования по сдерживанию роста цены первая, вторая, пятая, десятая, я это полностью поддерживаю. Когда начинаются какие-то вообще непонятные телодвижения, зачем поджигают сотнями автомобили, зачем захватывают пожарные машины, как говорится, вопросы, на которые ответы дать невозможно. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok